Екатеринбургский приход в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, что на Семи Ключах, встречает День Православной Книги с особой радостью. Библиотека, которая раньше вместе с трапезной ютилась в железнодорожном контейнере, теперь переехала в просторное помещение, где сможет не только разместить свои фонды, но и предложить прихожанам в комфорте выбрать для прочтения свои многочисленные интересные книги. Этот приход в Екатеринбургском микрорайоне Семь Ключей сразу переносит в атмосферу старинной русской деревни, того, кто оказался здесь впервые. И так же, как и в старину, местный храм выполняет функцию настоящего культурного центра. Большая гордость местных жителей — это приходская библиотека, в которой хранятся старинные книги и постоянно растет фонд современных новейших изданий. Когда число книг стало исчисляться десятками тысяч, возник вопрос о более просторном помещении для их хранения и доступного использования. И вот на День православной книги прихожане и церковнослужители сделали себе подарок. Их библиотека разместилась на цокольном этаже храма. У нас помещений не так много, но мы стараемся разные найти закуточки какие-то, какие-то кабинетики для того, чтобы вести приходскую работу просветительскую. И вот поэтому сегодняшнее наше событие, оно действительно очень важное, потому что нашли помещение побольше и наконец-то его оборудовали общими усилиями. Вот такие стеллажи замечательные наши сотрудники с прихожанами сделали. Больше всего старались ради подрастающего поколения. Дело в том, что среди прихожан храма очень много детей. Для них на приходе существует просветительский центр. Помимо воскресной школы он включает массу кружков, паломнический клуб, редакцию приходской газеты «Добрыня», детский хор. А самое важное, что на учебу дети ходят в экспериментальную приходскую школу. Но после этого успешно сдают экзамены, конечно, в государственной, общеобразовательной. Дети официально занимаются в государственной бюджетной школе. Но фактически они учатся здесь, по системе экстерната у нас на приходе, по договоренности со школой. Действительно, вот такая система, она дает очень большие плоды, когда дети вспоминают о духовных вещах не только по воскресеньям, а получается, они живут духовной жизнью в круглосуточном режиме. Благо, огромный фонд приходской библиотеки предлагает юным читателям большой выбор детской литературы. После уроков ребята часто отправляются сюда, чтобы выбрать полезную книжку. В духовных там слова такие твердые, а в это, а не в духовных, там простенькие такие слова. И мне очень интересно читать вот простые книжки. В воскресенье всегда библиотека, это все время дети, полные детей. У нас тут шумно, но сейчас вот переехали под алтарем, так уже они себя-то более благоговейно ведут, уже ответственно. Но на новом помещении для своей книжной сокровищницы приход не остановится. Чтобы приобщить людей от мала до велика к чтению, отец Андрей, настоятель храма, собирается использовать любой повод. В церковном календаре мы многих авторов почитаем как святых и из дни их памяти. В день памяти святого можно о нем рассказать, очень интересным живым языком. Представить книги о нем или его книги, раскрыть их, немножко почитать, пообсуждать. Вот это очень важный такой момент и мероприятия у нас будут этому посвящены. Выставки книг обязательно. И видеолекции обязательно у нас будут.